День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Александр Шунин, Олег Пека проводит его с вами. С вами и с нами, собственно говоря, еще присоединяется Маргарита Трояновская. Доброе утро, Маргарита. Доброе утро. Доброе утро, Маргарита. Нас сегодня во второй час будет трое таких ведущих. Даже четверо. С гостей. С гостей. С гостей нас будет даже четверо. А все почему? А потому что мы можем себе это позволить. Нам вот так вот интересно. Привлекаем молодых кадров к эфиру. Ну, а поскольку речь пойдет об одиночестве, одиночестве причем молодых людей, как с этим бороться и вообще что происходит в пандемию с знакомствами, как этот рынок невест функционирует онлайн. Сразу с ходу. И сексизм, и джизм. Полный набор. Ну да, на самом деле. А что тут так обиходничать? А в самом деле. Прямо вот, скажем, прямо без обильников. Мы с Олегом, прямо скажем, уже такие седые, пожившие чуть-чуть, аксакалы. Маргарита наша юная коллега. Которые тоже надо, в общем-то, давно пора, я считаю, выводить в эфир. И ближе к той возрастной категории, которую мы, собственно, и хотим обсудить. По-моему, достаточная логика для того, вот почему вот это все происходит. Хватит пенсионерам на лавочке, так это значит, как бы обсуждать проблемы молодежи. Вот, пожалуйста. Давайте, в общем-то, Олег, сядем на лавочку спокойно и будем наблюдать. Ну, прежде всего, поздороваемся с Александрой Михайловой, психологом, который с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр. Доброе утро. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, и что изменилось? Вот как изменились сейчас проблемы знакомства и налаживания каких-то, ну, личных связей, контактов, отношений в связи с ограничениями, которые на нас упали, на наши головы? То есть, если мы правильно поняли, несмотря на возможности появившейся онлайн-связи, все эти зумы и прочее, 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 тем не менее, молодежь испытывает определенные сложности в общении. Как это вообще возможно? Да, они испытывают конкретную сложность именно в общении. На самом деле, я вас удивлю, но особо ничего не поменялось, потому что вот я, когда провожу свои консультации, самая первая причина, с которой я сталкиваюсь, это мне никто не нравится. То есть, не то, чтобы негде познакомиться, а мне никто не нравится. То есть, у девочек есть свой образ в голове, свой принц, который должен прийти на коне, завоевать её, отвоевать её, и он просто не соответствует, поэтому ей никто не нравится. Второй момент — это убеждение, что вот они все такие одинаковые, все эти мужчины, они какие-то не такие. Это всё, конечно же, идёт из прошлого опыта неудачного, сложившегося. И я всегда рекомендую спросить себя, а что, если я ошибаюсь, и всё-таки мужчины нормальные? И третий момент, конечно, это манипуляция, да, когда всё-таки, допустим, люди ознакомятся в интернете, но там возникают такие моменты, что «А вот он мне первое не написал, а я ему первое не буду писать». И то есть какие-то вот такие непонятные манипуляции, что я подожду, пока меня всё-таки добьюсь. Что я опять же говорю, а ты попробуй повести себя как-то по-другому, да, но как бы всё-таки другое время. И третье – это то, что дело даже не доходит до встреч. То есть я спрашиваю у ребят, хорошо, ты попереписывалась с мальчиком и так далее, что дальше? Ничего. Ну вот и всё, и все люди сидят в одиночестве, потому что дальше переписки у людей ничего никуда не идёт. Это, к сожалению, печально, потому что это показывает, что люди сами просто не хотят выходить из своей зоны комфорта, и как бы странно это ни звучало, но одиночество им нравится где-то на подсознательном уровне. Так, по-моему, самое время спросить мнение экспертов по делам молодёжи и студенчества. Ну, вообще интересно было бы спросить насчёт именно интернет-знакомств, учитывая, что сейчас мы все скованы технологиями, никаких мероприятий нет, никаких возможностей выйти в мир, так сказать, и там познакомиться с людьми нет. Насколько популярнее стали, по вашему опыту, именно приложения для знакомств и к чему это, в принципе, ведёт в построении отношений. То есть если так люди, ну, скажем, знакомятся где-то на улице там и общаются в компаниях, пересекаются, это одно дело, а вот именно из приложения знакомств, где большой выбор, куча людей, это влияет вообще на общее психологическое состояние молодёжи? Ну вот, по вашему опыту. Это никак не влияет, единственное, что люди сталкиваются с трудностями. Так ты пришёл в компанию, ты сразу увидел, тебе понравилось, и у тебя что-то там ёкнуло сердечко, скажем так. Всё-таки через интернет-знакомство тебе надо приложить больше усилий, потому что тебе надо посидеть и повыбирать. Вот это сложность! Слушайте, я прям представляю, захожу я на какой-нибудь портал объявлений, машину себе посмотреть, и испытываю такую сложность. Купил бы любую, а выбрать не могу. Мне кажется, всё-таки немножко не так это работает. И по моему опыту, ну, хорошо, смешно сказать, пожившего человека, гораздо сложнее в реале подойти к живому же человеку и завести первый разговор. В интернете, по-моему, всё гораздо проще. Честно, я не зарегистрировал на Тиндере, но как бы понимаю, как это работает. В одну сторону смахиваешь нравится, в другую не нравится. Если есть совпадение, как бы общение начинается. То есть оба уже изначально к этому готовы. Если это не проще, чем в реале, то что тогда просто? Тут самое главное – желание. Очень многие люди говорят, что они хотят себе вот здесь и сейчас, было бы неплохо иметь партнёра. Но для этого же нужно что-то сделать. И когда ты говоришь, что ну хотя бы зарегистрируйся на сайте знакомств, все думают, ой, это так тяжело. Это всё какое-то там, не знаю, вот эту всю регистрацию надо переходить. Это людям тяжело. И я поэтому и говорю, чтобы в живой было проще, потому что тебе не надо регистрироваться, тебе надо просто преодолеть себя и сделать этот первый шаг, и подойти и сказать привет. А для знакомств в интернете тебе нужно как минимум создать свой профиль. Не важно, это сайт знакомств, это может быть просто какие-то социальные сети. Тебе нужно создавать профиль, тебе нужно себя как-то позиционировать. А когда ты уже в какой-то компании, ты уже как бы оделся, ты всё, ты уже готов. Тебе особо ничего, никакой роли играть не надо. Тебе надо просто сделать этот первый шаг, грубо говоря, как и во всех этих социальных сетях, написать привет, как дела. То есть это и есть первый шаг. Маргарита, это действительно так тяжело? Ну, думаю, зависит от человека. Ну, с одной стороны, конечно, в интернете это немножко сложнее, потому что у тебя, ну, мне кажется, большой выбор. Ты смотришь на этих людей, и у этого фотка не такая, у этого описание не такое, это как-то, ну, со смайликами не такими пишут. И ты всё это меняешь, 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 листаешь, 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 и до самого человека, и не можешь достучаться. Я думаю, что об этом речь. Но мы сейчас всё-таки говорим о чём? О сложившихся, ну, вот о парах или просто об отношениях? Потому что ведь может речь идти о том, что, ну, просто хотят найти, ну, хорошую компанию для общения. Не обязательно, ведь это подразумевает сразу планы на замужество или жениху. Есть ещё посередине такая фаза. Ну, да, какая-то фаза. Ну, то есть люди встречаются, общаются, им прикольно общаться в хорошей компании. Ну, то есть... Ну, вот, кстати, действительно, одиночество, оно уже не обусловлено исключительно какими-то романтическими чувствами, отношениями. А вот из-за пандемии, мне кажется, многие стали чувствовать себя гораздо изолированнее, потому что учёба, работа, всё происходит из дома, виртуальное общение не заменяет всё-таки личные разговоры, тет-а-тет. И как это влияет, вот, по вашему опыту на людей? То есть это вот изоляция, одиночество, это вообще имеет значение? Или как-то люди больше приспосабливаются к всей этой ситуации с интернет-общением? Это очень индивидуально. Есть те, которые очень радуются, чтобы перешло всё в онлайн, потому что они экономят время. А есть те, которые говорят, что, ну, как это онлайн, без души, да, то есть очень индивидуально люди как бы разделились на две таких, на две категории, да. Те, которым понравилось это всё, и те, которым нет. Поэтому тут индивидуально. Но в основном, конечно же, все скучают по живому общению, да. То есть мы хотим видеть друг друга, слышать нормально, чтобы не было такого, что, ой, как-то звук барахлит, ой, картинка как-то не так шевелится, да. То есть люди хотят живого общения, и, конечно же, они скучают по этому, это факт, да. Но мы сейчас всё-таки говорим про общение тет-а-тет, вот по двое, или то вот общение, которое, в принципе, мне кажется, например, очень важно для молодёжи, когда появляется понятие компания. В этой компании есть заводила балагур, есть, значит, ну, объект для как бы шуточек, насмешек, там, ну, парень или девушка, который немножко тормоз, там, или что-то ещё. То есть, ну, вот распределяются как-то, в каждой компании распределяются эти классические роли. Ну, в общем, достаточно вспомнить любую американскую подростковую комедию, где все вот эти вот ключевые жиры, эти типажи, они и приходят на ум. И тут я опять хочу, личный опыт, Маргарита, ну, на самом деле, ты самая любимая из всех нас. Мы эти вот подростковые компании уже пережили десятилетия назад. Расскажи, вот честно, как вы с друзьями общаетесь? Компания сохранилась? Вот честно, никак. Вообще никак? Какие-то компании распались, потому что пандемия началась, ну, уже сколько, достаточно давно, многие куда-то, уже год это всё дело идёт, многие уехали в другие страны учиться, кто-то переехал в другие города, кто-то просто не выходит из дома, потому что у него учёба, работа, и вот там появляется на публике, скажем, раз в месяц. Поэтому какие-то старые компании, они разваливаются, но при этом новые не находятся, потому что в интернете знакомятся и как-то собираться что-то, ну, в том же Zoom или, ну, страшно, непонятно, что это за люди, они какие-то не такие. Ну, о чём мы сейчас говорили, что в интернете сложнее найти себе друзей, собеседников и там возможных партнёров для отношений, потому что, ну, просто сложнее это сделать в интернете. Хорошо. И я к тому, что сейчас, на мой взгляд, сложнее найти именно какую-то социум или компанию. Возможно, какие-то романтические отношения и можно при желании себе найти, но именно какую-то такую тусовку, что называется, мне кажется, вот в этом проблема. Вот, Александр, может спросим, вот действительно, поиск тусовки, вот если я хочу найти компанию для того, чтобы, ну, условно говоря, куда-то, ну, выехать на природу, там, ну, как-то пообщаться, я не знаю, ну, со всеми ограничениями, но, может быть, ну, вот куда-то поехать, не знаю, в Даугавпилс, в Тукумс, там, куда-то поездка, ну, как организовать. А сейчас компаниями нельзя. Ну, вот. Нельзя. По Zoom поболтать. В этом, что нельзя. Если бы можно было бы компаниями, так же, не проблема. Собираешь группу, говоришь, кто хочет в Даугавпилс, делаешь огромное объявление, я не знаю, выставляешь его на все порталы, и до 5 человек обязательно найдётся. Всё, пишешь номер телефона, говоришь, что кто хочет в Даугавпилс, вот мы на телефоне, звоните, пишите в любое время суток, поедем в Даугавпилс, такого-то числа. Всё, кто захочет, тот напишет. Слушайте, ну, вы проблему тоже нашли. Я, например, вспоминаю, начало нулевых, ну, сейчас, 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 примем звонок обязательно, я очень быстро расскажу. Я, ну, честно, в начале нулевых, когда интернета так, как сейчас, не было, но зато были чаты какие-то, в том числе международные. Да, Господи, мы сидели вот параллельно работе, я общался с ребятами там из западных каких-то стран, из России, из Питера, у нас была в общем чате прям целая международная компания. Прошло, оказывается, 20 лет, и это стало проблемой, оказывается, нельзя познакомиться в интернете, никто не хочет общаться. А вот с вами и не только хотят общаться, про это рассказывать. Простите, перезвоните, перезвоните, мы хотим вас услышать. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, моё мнение такое, что эта проблема очень сильно как раз для русских. Почему? Потому что у АТШ есть гораздо больше мест для социализации, которыми русские пренебрегают. Например? Ну, например, то же самое движение хоров. Много русских поёт в хорах? А сколько у АТШ? А сейчас можно петь в хоре? Народными танцами. Нет, ну я не про сейчас, я вообще. Сейчас, брат, сейчас ситуация, скажем так, чрезвычайная. Но вообще русские не хотят социализироваться. Русские сидят по своим квартирам, бурчат, смотрят телевизор и чатятся в интернете. То есть АТШ вылезают на улицу, участвуют в общественных организациях и что-то делают вместе. А на самом деле познакомиться лучше всего с тем человеком, с которым ты коммуницируешь в реале и что-то делаешь. Ну, спасибо. По моему взгляду. Спасибо. Правда ли это, сразу спросим Александру. Александра Михайлова, психолог, да, прокомментируйте, пожалуйста. Я скажу так, что статистические данные я не проводила, но каждый говорит о своём опыте. То есть если говорить о моём личном опыте, то я сталкивалась и с русскими, и с латышами, которые также охотно и любят знакомиться, и не любят. То есть всё очень индивидуально, и каждый говорит про свой опыт. Да, то есть латвийских мероприятий, соответственно, больше, туда как бы русские ходят меньше, но русские, они сами в своём коллективе тоже устраивают какие-то мероприятия. Просто это не афишируется, то есть мы это не знаем, у нас не пишется это на новостных порталах. Но то, что это есть, это есть. Но то, что это скрывается, это другой момент. Поэтому как бы тут просто вы говорите о том, что известно публично, а я как бы знаю, что происходят такие же встречи, но просто о них никто не знает. Ну, скажем так. То есть какие-то части. Пишет нам слушатель. Сейчас девушкам подавай майбах Бентли. Вот правда ли то, что девушки такие меркантильные? Лучше друзья девушек больше не бриллианты, а майбахи, да? Правда, да. Девушки не то чтобы они меркантильные, они просто насмотрелись на какую-то красивую картинку. И знаете, как в сказке. Нам читали сказки, что там принцесса, она такая классная, да? И мы хотим быть этой принцессой, всё. Мы просто хотим быть принцессой. Но это не значит, что нам подавай майбах. Конечно, если будет какой-то другой автомобиль, мы будем тоже согласны. То есть тут надо прекрасно понимать, что просто майбах, он быстрее зацепит девушку, да? Как бы глаз больше падает. Так же, как и у мужчин. Они первое внимание обращают вначале на красивых девушек в короткой юбке и так далее, да? То есть это просто об этом. Что внимание первое падает на это. Но это не значит, что это главный критерий, по которому девушка отбирает. Если душа есть и всё, почему, зачем этот майбах? Он как бы может быть как бонусом, да? А может и не быть, и тоже ничего страшного. Вместе заработают потом на этот майбах. Знаете, как короткая ремарка такая. Вот просто идеальное совпадение. Я вчера досматривал один такой лёгкий шуточный американский сериал, и там прозвучала мысль о том, что, обратите внимание, кто является в основном авторами сказок. Что да, вот всё это правильно. Девочки из сказок вычитали, и потом хотят стать принцессами. Ну, кто эти сказки написал? В основном мужчины, которые сами хотят быть принцами и спасать этих вот принцесс, которым, может быть, это спасение вообще и не сдалось. Вот такая мысль. У меня другая мысль. Вот не получается ли так, что всё-таки действительно мы говорим о двух разных вещах. Одна из них – это общение в соцсетях, где каждый создаёт себе свой имидж. То есть, он может выкладывать фотографии отфотошопленные, отфильтрованные, и как-то себя… И общение в реале, где всё-таки мы говорим о том, что люди ищут тогда уже какого-то партнёра, с которым они хотят проводить время лично. И вот эти две вселенные, они могут не совпадать. Конечно, они могут не совпадать. Но вот это один из моментов, что не доходит до встреч. Даже если ты познакомился в интернете, ты хотя бы встретишься, ты хотя бы созвонись по видеосвязи, и ты убедись, что картинка соответствует той, что там есть в интернете. То есть, это об этом, что люди увидели картинку, они сразу гипотетически подумали, а вдруг там мамонт, и испугались, и не дошли до этой встречи. А вот, скажем, люди, которые, скажем, не уверены в себе, насколько для них проблематично знакомиться в интернете? То есть, если в жизни как-то можно попытаться хотя бы подмигнуть, подойти поговорить, то в интернете создавать страничку на каком-то сайте знакомств или кому-то писать, то человек может бояться этого, если он там не верен в своей внешность или думает, что он не такой интересный. Как с этим бороться? И борются ли с этим вообще сейчас? Они не то чтобы борются, просто они обходят систему. Они, например, пишут ненастоящее имя, они могут выкладывать ненастоящие фотографии, они могут написать сообщение так вот дрожащей рукой, привет, как дела, а потом быстро удалиться, то есть как бы забыть, что это было не я, который сделал этот первый шаг. То есть они просто по-разному себя ведут, вот и всё. Но им там проще в этом интернете, потому что вживую ты как бы всё, ты подошёл, ты уже никуда не уйдёшь с этого места, тебе надо будет сидеть уже и общаться с этим человеком. А в интернете всё-таки ты можешь как бы уйти от разговора, поэтому вот этим неуверенным людям в интернете знакомить намного, гораздо проще. Ну а насколько они через это перебарывают свою неуверенность? И помогает ли это им вообще бороться со своим одиночеством? Если там человек хочет найти себе партнёра или просто хороших друзей, то разве это, наоборот, не отталкивает? Фейковые профили, фейковые имена, ненастоящие фотографии, это работает? Для тех, кто хочет познакомиться, то есть он выложил нормальную фотографию, конечно, это отталкивает. Они будут как раз-таки сталкиваться с этими убеждениями, что тут одни фейки сидят, я даже не хочу сядиться на этот сайт знакомств. А те как раз-таки неуверенные люди, они наоборот даже с удовольствием создают в себе аккаунты эти фейковые, потому что они как бы таким образом иллюзорно борются со своими вот этими вот страхами, что написать, не написать. И они как бы пишут. А потом они уже понимают, о, а мне уже поотвечало несколько людей, и они вроде не против даже общаться с фейковым аккаунтом, а давай-ка я попробую в переписке послать свою фотографию. Ага, вроде тоже зашло. И потом так вот человек постепенно понимает, что ничего в этом страшного нету, и он начинает уже из фейкового аккаунта превращаться в нормальный аккаунт, то есть заменяет эти фейковые фотографии на уже нормальный, и все. То есть он постепенно просто входит, и он убеждается, что ничего в этом страшного нет. Процесс дефейкизации, я бы так это назвал. Да. Да, ну а у нас совсем уже получается мало времени, вот может быть, как подводя... Обращаться не хочется. Подводя... Столько вопросов, столько вопросов. Да, но как все-таки это происходит? То есть вот насколько все-таки молодежь, ну если вот резюмировать, готова к каким-то отношениям, и какую роль, вот усиливается ли роль интернет-общения в наше время или нет? Люди готовы вообще знакомиться просто потому, что из-за пандемии они просто заскучали. Вот это да. Вопрос, насколько готовы, это другой просто вопрос. Вот они хотят, вот у них есть желание, но пойдут ли они знакомиться, это другое, это очень все индивидуально. И процент того, как хотят знакомиться девушки, они живут в своем элизерном мире, они видят картинку с одной стороны, мальчики видят с другой стороны, у мальчиков меньше каких-то барьеров и препятствий, у девушек больше ожиданий, что как же так, раньше мне цветы дарили, а сейчас как бы ты мне смайлик поставил. Ну то есть меня так не учили. Мне там, не знаю, рассказывали, допустим, что мальчик должен приходить на свидание с цветами, а тут у нас какая-то видеоконференция. То есть людям просто непривычно. Они не хотят выходить за рамки своих каких-то убеждений. И от этого они сидят и ничего не делают. Они бездействуют. Они как бы так замирают. Они думают, так, я выжду сейчас эту пандемию, она сейчас закончится, тем более сейчас скоро уже какие-то послабления будут. Все, жизнь наладится. То есть люди, они как бы такие пережидают этот момент, чтобы в итоге вот сейчас лето, солнышко, пляж, и будем снова все знакомиться, как мы знакомились на улице. Я считаю, нам просто необходима какая-то инструкция. Надо спасать людей. Вот здесь вопрос прямо практически. Как знакомиться на улице, если все в масках? Ну, на улицах-то не в масках. Ну да. У нас в магазинах по улице все ходят без масок. Поэтому еще такой же момент. А раньше не было пандемии. Тоже возникал вопрос со знакомством. То есть, может быть, не пандемия виновата, а все-таки человек виноват, который не может понять, как мы познакомимся. Но здесь, я понимаю, вот ирония вопроса в том, что как понять, что тебе девушка понравилась? Кто под маской? Девушка читает, открой личико. Да, может быть, там парень длинноволосый какой-нибудь. Да, Александра, да, да, да. Александра, простите, Бога ради, нам пора двигаться дальше, но мы обязательно продолжим эту тему. Может быть, в другом режиме действительно. Может, мы у вас попросим какую-то написать инструкцию для наших слушателей, читателей. Ну, а почему нет? Нет, я считаю, что об этом нужно говорить. Эти проблемы нужно поднимать. И общение онлайн, и оффлайн, и так далее. Ну, это же касается всех. Мы все живые люди. Нам всем нужно общение. Даже тем, кто говорит, что, ой, нет, нет, нет. Я одиночка, весь себя такой гордый. И тоже ему все это необходимо. С нами на связи была психолог Александра Михайлова. Александр, большое спасибо, что уделили нам время. Спасибо вам. Мы сейчас ненадолго прервемся, после чего продолжим «Утро на болткоме». Субтитры создавал DimaTorzok.